всем привет дорогие друзья с вами как обычно буди и добро пожаловать на обзор третьего раунда оффлайн тренинг капа капа дамок много давайте смотреть в общем тоже карту значит карта 2017 26 небезызвестная все на нее так сказать экулировали да хотя карта на самом деле ну такое такое в общем-то давайте посмотрим у нас здесь чисто стрейк с кейском в общем-то в целом на карте ничего сложного для cpn пока что все нормально и вот здесь начинается как раз даже сам маппер нам показывает что туда мы идем в ку-3 сюда мы идем себе но в ку-3 можно здесь такая рампа тени рампа так скользкая рампа данной которой нельзя прыгать в ку-3 собственно если у вас много скорости хороший спейсинг и все такое то вы можете сразу туда сигануть а так я буду cpn road в севере давайте в ку-3 пройдем в ку-3 мы здесь вылетаем ну cpn соответственно по рампе прыгаем прыгаем здесь 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 прыгаем там поверху а вот тут у нас в ку-3 следовательно в cpn мы идем на слив туда а в ку-3 мы падаем сюда на этот слив и здесь вы ку-3 очень интересный момент ой это пила и думал это просто дощечка прикольно в ку-3 здесь интересно что если у вас достаточно много скорости вы можете просто прыгнуть на этом кирилле и перелететь туда но мы это все естественно дым как увидим в цепи мы естественно прыгаем просто прыгаем дальше и делаем дабл джамп в ку-3 мы идем здесь принципе здесь 30 м ничем особо не отличается падаем на рамку здесь тоже ничем особо не отличается и вот здесь в ку-3 сам рад что нужно с хорошим спейсингом и скоростью подлететь на вот этой лесенке cpn соответственно ничего опять же сложного делаем дабл джамп стреляем по двери полетаем здесь у нас опять же я ку-3 роут который в принципе ну карта dfc соответственно есть роуты писать по скилове так не убило в общем то здесь мы пролетаем в ку-3 точно так же вы если нам повезло то мы залетаем вот сюда если не повезло то забитаем и так прыгаем но вот вот насчет вот этого прыжка я не уверен что тут мало скорости и это выглядит не очень надежно скорее всего да но топовая динка никиты и в ухо у нас есть поэтому обязательно посмотрим давайте еще раз думал сейчас упаду уже ужас-ужас карта в ухо 3 конечно на топовое время карта дрочь еще по абсолютно цепляем естественно все заключается в ровных в ровных траекториях но и стрейф должен как бы не подкачать да вот ну и финиш в ку-3 немного заболтался я какой-то я тупой сегодня ребят если что я не знаю я подозреваю что это потому что карта стрейф и я такой типа он строит и слюна изо рта идет теперь глаза в кучу потому что стрейк покупляет в ухо 3 я подозреваю что можно сделать вот здесь прыжок и залететь вот сюда и здесь мы прямо прыгаем на этой рампе до либо на лесенке либо если вы не настолько силен сильны мы прыгаем вокруг и туда и туда и туда и собственно на финиш так запись идет все идет все хорошо давайте смотреть дэнки начнем как всегда свыку 3 дэмок много но их не то чтобы много они длинные поэтому давайте не будем затягивать и посмотрим отметим важные места и я слишком постараюсь много не болтать чтобы не умереть к концу обзора потому что еще сегодня стримик надо ребят а кто был сегодня на стриме тот молодец а вот я вам из будущего говорю на стриме были шарики приходите не ну интересно этом когда но коз это очень круто у нас же тут часов не часовой обзор мы так пару дэмок посмотрим а мы подождем а мы будем смеяться на стриме и если вы смотрите это пишите и начать Traхот и ничего если вы смотрите и сейчас вы н и зал сам рублей вайд демо вайд из хай тема сайзами ребята но мы обсуждали с вами опять нельзя детям опять показывать опять поматерился ёбаный в рот короче мы обсуждали да ребят давайте если вы куда-то отошли и не знаю вас там кошка рожает еще что-то неважно вы пришли и дальше играть нажимаете киеву пожалуйста или рестарте сервер сервер рестарте те не надо так делать вы тратите время всех ну и за вот это время он стоит он стоял ползу стоял пять минут если боитесь и пять минут смотрел мы за эти пять минут две дымки бы могли уже посмотреть ну в общем то я так подозреваю ну и стоило понятно что ничего особенного здесь не будет просто обычный иран по обычным внутри дорожкам без разных там разного рода средств и так далее пытался наверно за скинуть не знаю вот надо так сразу настроение сначала обзор испортить вот надо нет еще по-английски пришлось говорить я вообще не настроен чё залетит будет залетать идет по обычной кутри дорожки в общем я крайне недоволен ну и дальше скорее всего без фейлов тут особо фейлить негде вот получилось перелететь только надо перелетать не сюда на лево чуть ближе вправо но в то естественно мы это все увидим посмотрим ощутим на себе мощь ивуха ивух красавчик конечно ивуха красавица так компа лонус на секунду медленнее спасибо что начал бежать сразу а это еще и серверная хорошо ну и как всегда у вас не валидированы дымки поэтому я заодно их просматриваю на предмет валидации так как эта карта сдаться и на ней нету обувь то валидировать здесь собственно ничего тайм ресета также нету ничего такого нету поэтому я не знаю почему они просто не поставили были валидирована все не лук хорошо бежит как бы подрезает нам нужные углы и вот это все но тут совсем уже по какому-то такому дефолту утришного бежит без без средств и всего хотя выглядит достаточно быстро вот даже здесь пошел не стал там через эти двери прыгать слишком оптимально панта лонус ну тут немножко потерялся видно по спейсинку не очень повезло тут тоже напрямую дать ну в общем укол зашел по хорошему пути а компа лонус идет по не очень хорошим пути но при этом вогнал козы на секунду я подозреваю что потому что в целом у компа лонуса гораздо лучше выход ристрейт чисто механически потому что первых поздних утришник вообще не знаю может быть там какая-то вот прям вот вот компа лонус гения коз неудачник не получилось а компа лонус гений все так радио кала 202 спасибо что побежал сразу я прям боюсь что я со сейчас придется мотать что-то еще что так ну абсолютно разные пути да мы видим и видим что ну маппер заложил очень много роутов в эту карту то есть ты можешь так можешь всяк можешь и так как угодно как на и душе угодно как какое у тебя настроение сегодня на каждую неделю у него есть road это хорошо но с другой стороны это не очень хорошо потому что карту играют уже четвертый год и я более чем уверен что новый человек который придет на эту карту он на него посмотрите по такой бля куда идти и все то есть если нету какого-то минимального упорства то будет не очень просто с этой картой совладать здесь очень много всего но это не это карта сама по себе классная но мне кажется nude просто перетрудился пересложнил что-то там все перри переделал и виза в общем-то стрей хороший видим что много лучше чем компа лунуса радио кала гений получается полонус не гений извини так будет ли спит с песенкой наверно нет лежит налево ну вдруг в принципе вот коз долетел там было да хотя скорости не очень много было я думаю вполне можно было бы не пробовать ну и карта длинная две минуты стрейф хотя ничего вроде такого специфичного нету стрейфе себе и стрейфе а две минуты стрейфе всегда сложно так 157 рейн прогрессирует вышло с двух минут это хорошо так пытается в холубе или я не понял это то холубе помогет умеет холбит но как пойдет узнают я подозреваю что знает по максимально узким траекториям идет все правильно все хорошо мы не требуем каких-то супер срез потерял слишком много скорости там как-то не повезло так будет в дверь прыгать прыгает в двери просто максимально узкими дорожками идет максимально так здесь естественно тоже без лесенки нету сильно выглядит да согласитесь рэйван молодец ну и здесь ничего такого давайте запись проверю еще раз а я через лесенку красиво а то прошлый обзор если кто смотрел там от поплыл захват почему-то вдруг теперь проверять почаще на этого время обзора ну и микрофон я чуть-чуть перенастроил должно быть получше ребят и должно быть слышно больше может я тихонечко шептуна пущу и вы услышите неловко будет так в общем к нейчур астралия аустралия 157 если я правильно увидел хороший топовым роутом между прочим идет не то чтобы правильно исполненным на данный момент но это топовый роут почти почти получилось в принципе это быстрее чем вылетать на джампань как по мне поэтому претензий вообще ноль а начало топовое получилось сначала классно будет ли передать перелетает так видим первый раз внутри роут срезку так здесь через двери здесь значит врезаемся стену ой 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 да я предвидел это да не повезло я не знаю собираю не но это уже выглядит ладно там врезался я понимаю может у него первый раз так старт получился и он такой типа я дойду до финиша а тут уже второй такой фэйл он продолжает но это уже это как мы говорили это не уважение отправил чтобы отправить но такие должны быть еще во второй раз ладно первый фиксим я не знаю ну просто блин это особенно обидно смотреть такие демки какие-то которые на пофиг записаны потому что я сижу распинаюсь блять смотрю эти демки а мне отправляют с пятью такими фэйлами которые очевидно рестарт типа зачем мне вот это я был лучше кузле посмотреть узле кстати привет давно не видели кузле давай кузле блин можно было бы демки автоматически запускать я бы откинулся на своем стульчике взял бы винишко бокал и сидел бы с умным гидом говорил как вы все плохо прыгаете вообще вам надо 10 лет прыгать чтобы научиться вообще это вам никогда не пригодится это если что цитаты великих людей кто не знает ну кто злая тот поймет ну все хорошо пока у пузле то я не знаю тут еще такая карта видите как бы тут либо ты делаешь срезку либо ты ешь легким путем нету как-то как на коротких каких-нибудь что вот тут не дожал чуть-чуть там еще что-то тут везде не дожал либо ты дожал либо нет поэтому карты не очень вам не выку 3 по крайней мере она очень такая типа тут нету как будто бы среднего звена типа знаете я вот смотрел за еду хом два дня как он играет я сам попробовал поиграть а я тоже не дурачок выку три я нормально играю в уку 3 ну в общем здесь ты либо типа сосешь бибу либо ты проходишь топово это не совсем правильно с точки зрения конструкции карты потому что ну несмотря на то что здесь много роутов тут есть типа совсем медленные есть средние есть супер быстрые а между средними супер быстрым ничего нет хотя возможно я конечно ошибаюсь я предвзято карте я вообще не люблю стрейф давайте хейтеры давайте синтекс минута 55 я же ничего не понимаю куда там нечего-то поднимать я вообще не шарю давай синтекс кстати говоря все давайте то значит у нас любители пописать комментарии пишем синтексу все дружно спасибо потому что синтекс запилил классного бота на стрим бот этот может показывать текущий варкап может показывать вр на карте и так далее так далее мы не так далее так далее это пока что все что вы этот год может но вы можете предложить свои идеи кстати говоря чтобы еще было полезно добавить какую команду боту чтобы он и отображал какие-то культу информацию ну только полезно будем часто сразу какой вар на карте теперь можно написать там когда я играю city rocket нужно писать восхитательный знак вар сити ротик и увидеть кто бы на этой карте что-то из полезного не надо мопит фото не знаю что это что я не знаю были какие-то у кого-то идеи дурацкие и под бесполезные они не нужны никто не будет такими командами пользоваться зря синтексом окружать тоже не хочется но в целом в общем все пишем синтексу спасибо потому что бот классный бота уже над life если кто-то дефлайв смотрит интегрировали так вот явно будет развиваться со временем поэтому большое ему спасибо ну хороший стрейк я вот не знаю но начало медленная да там остальное все нормально я не знаю как внутри учитывать слава богу цпм карта меньше минуты я не знаю сколько пандемик меньше минут и все равно 40 секунд это много вот тоже помеди медленный старт я ну с точки зрения траектории вот к этому моменту это немедленно но точки зрения лобально это медленно потому что те во первых не нужен jump up и тебе нужно много скорости а много скорости тебе дадут высота и рампу а высота и рампу этой не по этому рейту находятся поэтому такое ну готовьтесь это его цены если что если кто-то вдруг не зная вышел трейлер тфц 16 октября будет готовиться будет 7 карт и не будет варман я все думал сделать дф-ньюс в принципе если чем поболтать на пару минут так сказать но как-то новости жиленькие такие поэтому пока ничего такого если что-то будет прямо классное сообщить я обязательно сделаю запилю дф-ньюс не на финиш медленновато конечно как-то змейкой туда-сюда такое но блин на такой карте обогнал на часа на 050 ребят это очень худо так погнул тот же самый root так ага залетел ну получилось медленнее скорее всего чем у начаться но попытка хорошая за попытку плюс уважение так сказать давай чуть-чуть бы не даст рейтинг и все и упал бы и это рестарт так 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 ну нормально бежит здесь очень много скорости просто по прямой как танк и это правильно на 050 перебил на часа но неплохо на 500 перебил вовка 150 а чё у нас в дырке точнее в дымках нету среднего звена они есть топ-3 у нас по среднему звену ну ладно ну тоже через джампад хотя могли бы попытаться и с этой рампой я не знаю может кто-то не нашел вот еще что-то наиграют же в оффлайне и это же не до фвц идет пойдите посмотрите помогите себе поймите что нужно быть более внимательным деталям если вдруг не заметить что там надо изучать все более карта цена на пвц картах надо вообще все восстанавливать тщательно докажет каждый уголочек звать просто чтобы эффективно делать ровно так хорошо здесь идет хорошо так здесь через право пойдет да молодец вовка хорошо давай давай поворачивай давай вот молодец какой вот жми и жми и прыжок молодец так через право пошел это минус вовка плохо вовка очень плохо всю скорость потерял очень плохо вовка недоволен с собой только думал порадоваться за тебя ты вот такую мне пакость на финише делаешь не стыдно тебе вовка 137 пушки темпо но 137 это уже так садись это уже вполне себе какой-то не всем понятно что вроде планиру как будто планировал одно вышло другое ну и как бы и так сойдет хотя ну а ну это под джампад не выглядит быстро но это немного бесполезно потому что располагая такой скоростью и в 1700 можно и рампу за юзики вообще ни разу не бояться что ты не долетишь здесь соответственно все очень хорошо ну вначале то есть я подозреваю что человек играл сам не в онлайне нигде не смотрел демок возможно тоже не смотрел за фвц играл сам все роуты нашел сам и это плюс уважение но вот он залетел от лестницы вот он залетел сюда на не уверен что можно прям наверх залететь посмотрим в общем-то пуздый темп а красавчик несмотря на то что немножко прогадал с рутом видно что стрейфить имеет видно что скорее всего по крайней мере сам искал все а вот рампу видимо никто там не нашел эту лестницу ну и по прямой тоже все все верно все нормально 137 так второе место степ красавчик степ упосяк а сама просто корни щеный это локально если что если степ смотрит корнишоный брат нормальная тема кто любит корнишоный плюс в чат так ну тут значит вот это топовый роут ребят почти то же самое что сделал тушь до темпа но с немного с другим исполнением под вот эту рампочку который ты задеваешь им какая как бы ты меня не попал даже если очень плохо вот как сейчас степ сделал есть даже ты так плохо настолько плохо попал ничего страшного ты все равно , что это сильно быстрее здесь в принципе тоже значит все в порядке ну это в общем топовый роут исполненный не очень быстро вот и все ну это плюс уважение конечно это это очень сильный роут вот даже на лестницу попал не очень хорошо а вот даже сюда можно срезать вот видите ребенок нет предела совершенства не ну я стану наверно очень душным концу обзора цепи вот сюда перелетел вот 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 рот здорового человека жаль что карта курильщика но роут и здорового человека нормально так но и в их ивух из ссср мое уважение его красиво красиво ну то 21 если что на такой цену рекорд если я правильно помню 1 22 1 22 и 4 или что такое внутри было его собственно перебил и он еще потом после варкапа еще сидел и еще билтон еще вроде улучшил но не это не точно вот значит вот сохраняем всю скорость здесь нам надо очень много скорости чтобы сделать минус шанс чтобы не делать лишний прыжок вот перед этой рампой а он не сделал я понял он не сделал это в общем у него попытка без этого без минус жампа ну короче он говорит что у него там еще грубо говоря плюс секунда есть и это очень круто ребят прям невероятно круто так залетает куда сразу сюда все вот все опруст сомнений нет можно залететь пошли ок я когда за ним смотрел он всегда до финиша очень редко доходил в принципе потому что он пытался сделать это постоянно этот минус жамп а когда он доходил до финиша я в этот момент отворачивался и как-то так сложилось что именно вот это место лестницу не особо видит красиво красиво но сейчас у него уже в р если что сейчас мы уже в р дмк так сказать не актуальны красиво его ссср сила так ну и давайте цпм 27 бэмак по минуте грубо говоря у поехали кузлях и я не могу так много обсуждать пинки поэтому давайте чем-нибудь поговорим например о том что вернулся кузлях это очень круто я бы вам кунтик формацию продаваться рассказал у меня юнит сиди опять лимон так мы неплохой рук неплохой я что-то я пока после выку 3 столько дамок выку 3 что я немного не врубаясь пока что происходит ну все хорошо все хорошо его ой его говорю ой ой узлех ты чё попутал рука скрипит по столу как будто бы он так передвигает рывками очень видимо все хорошо происходит волнуются ручки за 30 снизить пути какая в возе какая трелесть давай финиширую красиво минута 08 очень круто правда с рунтом немного прогадал на второй рампе на главный второй рампе то будем там две главные рампы мы это знаем минут на 8 папи 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 это это новичок вы его скорее всего не знаете но я его знаю это вдруг тут со тут со вы тоже знаете я надеюсь ну кто на стримах по крайней мере сидит тот знает на какой-то момент папи было делал большие успехи но потом он подзабил и видимо сейчас его тяжело двери не открывал или просто не мог потом вывернуть или там еще что-то не за в общем-то вот раунд уже плюс-минус хороший но у кузлеха видимо по общей скорости вышло быстрее ну вот этого трампа она вот зарешала то есть узлех по факту быстрее прошел но вторая рампа то что он там залетел это очевидно плюс 600 тоже то есть кузлех мог бы в теории со своим стрейфом сделать я не знаю может даже сам минуту давайте посмотрим на радио калу как у него это выглядит и ребят я много вижу что вы не стараетесь лучше сейчас я поясню вы когда начинаете играть стрейк что самое основное что вы делаете самом начале любой карты практически вы делаете circle jump правильно circle jump это ваш первый прыжок от которого зависит все если вы стрейките грубо говоря стабильно ну для себя стабильно да например вы знаете как вы строите а не так что в этот раз получилось там не получилось не получилось но вы поняли так вот от этого серкала зависит весь ваш дальнейший ран ребят этот серкал вам дает плюс а дальше вы его наращиваете с учетом того если вы делаете кто же серкал значит у вас и скорости будет дальнейшем больше и я много вижу чтобы q3 что цпм вы просто такие на пофигу делаете прыжок и бежите никто даже не подготовился вот опять как будто бы вообще пофигу еще такой момент вам надо пересекать линию старта как можно позже что пересекать с как можно большей скоростью это основные принципы которые учатся на пив в первый месяц когда вы играете интересный интересно зато не облетал немного медленный но зато не облетал так монко стир так сказать кто знает свалит тот поржет наверно принципе сливе слик вулкановой выглядит именно как монко стир что в принципе печально потому что вулканой вроде играет давно а поворачивать на кроме как на в не может но это w-bank так сказать ну и финиш вполне себе нормальный хотя потерял немного скорости в конце ну да ладно это мы простим так хэппи раш хэппи раш раша вот опять просто пофигу вы не понимаете что только в этом моменте вот я тихонечко бежал плюс полторы а подожди плюс а ну да а без разницы вы не понимаете что сёркал это очень важно даже если вы его не умеете делать но вы пытаетесь не надо просто жать вперед и прыгать или делать вид что вы сделали какое-то подобие сёркла бесполезное сёркал это важно я объясняю не тем кто там знает об этом на те кто знает те знают а вот вам ребята вот которые просто начинают прыгать и все делу быстро прохождение быстро и претензий к стрейте нету а теперь представь ты делаешь хороший circle и твой тайм вот этот улучшается на 2 секунды например это очень решает ребят circle очень решает вот смотрите 3 секунды рэйвен в теории стреки чуть чуть хуже чем хайпи в теории смотрим 23 секунды разница сприджампом даже там есть место для при джампа ребят вот сприджампом мы видим что хэппи стрейфик действительно лучше да увереннее ну конечно сейчас посмотрим может быть даже у не даже а раута одинаковых ребят рэйвен конечно где-то в каких-то местах может прошел лучше но не на 3 секунды правильно я не знаю скорости больше вроде я уже хэппи не помню скорость то здесь вот тоже самое вроде почти да тоже рампа это же этот слик ну в общем попомните мои слова ребят circle это важно особенно если вам дают вот такую большую площадку вот хотя бы хотя бы так хотя это тоже выглядело так что ну и давай быстрее уже circle вот этот сделаю и все не надо так это сердце это очень важно откуда вы делаете circle как вы его делаете и так далее это все очень важно если у вас большая платформа как здесь не надо делать середины платформы circle делайте как можно дальше от финиша как можно дальше от старта тогда вы пересечете старт с наибольшей скоростью это же это же гонки ребята это же гонки это не просто квейк 3 так гонки это натуральные гонки не врезался все прекрасно я был один раз там задел головой и не знаю как может это было не тут конечно но вроде больше нигде не ну красиво гимрок если что я конечно болтаю не о том но депо я смотрю если что-то прям вижу плохое я скажу но все нормально все красиво как я сказал до этого если вдруг кто-то мотает я знаю что все обзор мотает я бы сам мопал потому что целый час смотреть гундеж так стать ни о чем и темки это не очень интересно будем честны до каждой и смотрит свою демку наверно посмотрит ну или кто-то просто может смотрит или в чатик там общается короче гимрок все нормально все я говорю я все я поплыл это это очень тяжело смотреть одинаковые демки вот хотя бы то есть у него circle не получился но хотя бы знает основы что делать максимально далеко от финиша почему от финиша тоже надо делать его далеко но это немного другое давайте посмотрим я знаю что это моделька давайте не будем смотреть потому что я хочу свой канал так статью не забанил ну тоже все очень быстро использовал сликнул цик медленно если у вас получается спейсинг под срез угла так сказать то лучше конечно идти под срез угла стик это медленно вы там наберете если у вас высокая скорость вы там наберете но солнцов это вообще не решит по сравнению с вашей хорошей траекторией которая дальнейшем послужит минус джампом на дабл джамп рампы последний ну рампа вверх я имею ввиду рампа если рампой вверх так вай валенс из узбекистана 51 секунда что все зачесалось полома зачесал викон зачесался все за часов так я на circle не обратил внимание но я вижу первый прыжок 597 будем считать что ты стараешься так ну хороший руд правда не берите до нижней рамки но ничего страшного так по верху нет не по верху в обход но что тоже в принципе неплохо лишний прыжок сделано слики это небольшой минус хорошо в принципе поворачивает еще падает на рамку и здесь на рамку и здесь добл джамп хорошо без потери скорости и здесь добл джамп хорошо слишком высоко получился можно сделать его чуть раньше вот ты идешь значит здесь тоже можно было сделать это в общем раньше что было бы тоже плюс новцы в целом в общем то вот хорошая дымка вот по всем канонам все хорошо так пилу из нидерландов я не захода вот тоже максимально далеко а учитывая что большая клафору можно еще джамп сделать что мы увидим сто процентов угодно поэтому перед тем как даже начать изучить старт тоже надо изучать старт карты ребят это тоже очень важно это запоминайте я вам не просто говорю если что скоро дфвц и вы должны вспомнить мои наставления что изучайте каждый уголочек особенно дфвц карт изучать особенно старт тоже очень важно можете ли вызвать джамп а даже если чуть-чуть вы можете сделать джамп из 10 упсов все кол джампу и в теории первым прыжкам плюс 10 упсов это уже много поэтому имейте ввиду вот ранее более ранее джамп получился ну и в принципе все все в порядке тоже страйк конечно на высоких скоростях и понятное дело не очень легкий особенно для среднего ранга игроков поэтому ничего страшного так а мы можем на самом верху же правительство так некрапсай из ютин а кто это а я крис это очень мои не имею с сайлу ноц пикен дефью ну хрис наверное не смотрит киски очень из временем так ну хорошо все вроде как получилось очень хорошая траектория низкий дабл джамп падает на рамку здесь к сожалению на смеке тоже более ранее до вычал у вас же здесь большая скорость лететь там недалеко поэтому не надо бояться сделать плохой дабл джонп здесь на этой карте решает траектория ребят траектория на этой карте это просто все все что вы можете себе как чтобы вы не думали себе об этой карте здесь решает траектория и ну стрейф соответственно но если мы берем двух сильных стрейкеров то между ними решит траектория которую тоже нужно правильно за счет стрейфа делать типа не теряя скорости при этом в скорости и не за получился у меня донести вот тоже например вот это плюсик это плюсик у меня уже голос хрипит все ребят все вы меня убиваете своими этими 27 дамы к цепи в юбаный брод предлагали конечно пас но смотри по 10 но я не могу так взять ее вот не посмотреть синтакса например и по вовке не посмотреть не то чтобы вовка в топ-10 не бывает я ну так рандомное имя сказано что потом не вовка потом напишет дискорд а вот то это вовка просто так так траектория нет мы выбираем слик ну ничего страшного дабл джамп тоже можно было сделать пораньше и принципе вот этот дабл джамп он тоже немножко режет скорость но здесь вот все в этих мелочах типа знаете здесь на все наращивать 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 и пытаться исключать из своего рана моменты которые режут вашу скорость даже вот это финальный дабл джамп несмотря на то что прямо перед финишем это все равно тоже влияет так но это у нас неодик хороший хороший уже строй видно видно старается так будет ли через верх через верх не будет это небольшой минус здесь все хорошо здесь надо было дабл джамп стараться я чуть-чуть раньше можно было здесь уже короче но топ уровня здесь начинается дрочь просто дрочь по траекториям по дабл джампу учитывая что два человека в теории могут стрейфить одинаково сильно тут уже решает как бы как низко ты на рамке подлетел а насколько больше ты скорости засейвил а как ты здесь повернула как там повернул учитывая что вы делаете там одинаковый старт грубо говоря одинаковое все решают уже мелочь просто мелочи решают но это всегда было и так всегда будет сорок девяти шесть пару фреймов он тоже с при джампом найду при джамп делали наверно те кто в онлайне видел гоблина кто сам это безусловно плюсик вам в карму то сам его нашел такой тип а тут же широко я буду этот при джамп делать по сам это пожалуйста очень рад но я подозреваю пусть и в наше время сам кто-то что-то делает очень редко тем более уж ищет роуты можете спросить про кип опа а против опыта не смотрит обзор на он же тоже не заметил что его дымку не посмотрели в прошлом обзоре на искренне извинился на стриме что ну хорошая дымка хорошая все быстро я не знаю пока о чем говорить я ничего пока такого не вижу если что-то группы найдут что сказать обязательно скажу ну вот это тоже казалось бы при джамп не совсем правильный при джамп потому что ты пересекаешь старт слишком рано для при джампу это было бы больше похоже на полу при джамп так вот по верху пошел по верху это хорошо слишком много скорости придется здесь порезать на 1 порезал немножко еще за счет рампы че там было не слишком много сортистов пахает на поворот вот гоблин как раз на ряду начал ставлю ворует в порядке чуть не зафигал на финише но бывает бывает 47 нормально дистанта им пакса писанк 47 2 против привет фракирка иначе с такой умеет цикл ровно я выку 3 и ушел пельмень практически тоже нормально хорошо стрейт и паркер наверно обзор не смотрит я бы передал привет хорошо по траектории идёт очень рано здесь джамп делает все очень это все очень хорошо это все очень большие плюсы здесь тоже максимально узко идет хорошо не здесь на пораньше джамп вообще отлично еще здесь упал чтобы чтобы здесь повернуть сразу для траектории и здесь раньше да был сам все отлично вообще у про кира фактир отлично понимает я думаю принципы потому что прокир играет тысячу лет уже просто я не знаю вот вы вот вам 16 прокирает со времени до вашего рождения ребят я думаю даже если вам по 17 прокир все еще играет со временем то вашего рождения также с геймер 47 1 не как-то не обратил внимание на первый прыжок ну ладно будем считать что нарывая надеюсь в этот раз меня хорошо слышно и я не пропадаю на полусловий или первое число не обрывается я все перенастроил захват проверяем захват в порядке хороший ранний дабл джамп попал на рампу здесь попал на рампу здесь дабл джамп то не очень хорошо его пойдет быть не должно потому что это ли нужно быть уже хотя посмотрим у гоблина я не знаю как должно быть я его похоже не видел очень низкий дабл джамп красиво сохранил вообще почти все скорость очень круто сохранил почти всю скорость в конце а и вообще красиво тут 46 9 вот и сам тут так вот и при джамп ну стрейк не очень сильный зато перелетел а если ты перелетел это хорошо юрий на слик не очень хорошо попал но здесь траектория хорошая ранний дабл джамп на рампу не падает на кампы и хуй с ней да зато здесь все очень хорошо ранний дабл джамп 5 здесь слишком высоко джамп получился зато попал на 2 рамп и получается но это не то чтобы плюс можно было добиться наверное даже лучшего результата с низким дабл джампа потому что ему потерял меньше скорости пока бы летел ты бы ее добрал и ты бы скорее всего все равно попал на рампу темка хорошая очень быстро финиш уже очень быстрый все красиво пельмень 46 5 подтягиваюсь но я не уверен что тут видел тут обычно в онлайне не играет я не уверен что он видел гонку гоблина хороший тоже хорошая траектория попал на рампу но в принципе то что потерял обратно себе от воевал ой дабл джамп очень плохой очень плохой дабл джамп получился здесь скорости по итогу мало попал ты там на рампу не попал этого теперь вообще уже без разницы потому что скорости утутся здесь на 300 точнее уцом больше 300 уцов ребят это овермон это очень это очень круто не знаю как тут уже но на этой карте тяжело высчитывать а почему а вот а где 50 фреймов ой ну и не 50 фреймов 50 тысяч ну ладно в общем . 45 7 красиво красиво 45 7 вполне себе видно кстати по канонам снапа уже встретит молодой человек с хейстом немного сложнее по снапу строить но естественно эффективно так ранее дабл джамп хорошо и здесь низкий дабл джамп вообще замечательно попал на рампу ой ну то что слик это конечно минус а может по хитрому надо начинать прыгать и тоже видите 2 800 очень даже хорошо очень 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 классная дымка все начинается хороший дымки просыпаемся просыпаемся ребята так москаль почему не забавили тоже при джамп ну не знаю может дым киндер и также причем был я честно говоря не помню но при джамп на такой большой платформе в целом выглядит логично так очень много скорости здесь тоже хорош нет не очень хорошая траектория много потерял но зато попал прям на краешек рампы но это такое тут тоже очень широко получилось как-то и вот по траектории здесь у вас коляк все прекрасно тоже низкий дабл джамп как-то больше поворачивал чем стрейфил по-моему в том смысле что набирал скорости мало москаль ну и что я могу сказать ничего москаль тебе не скажу тэнфэкс 44 и 8 так тоже перелетает очень много здесь скорости хорошая траектория и здесь пришлось потерять во имя траектории но в целом все нормально здесь тоже широковато и дабл джамп самый низкий который мог себе позволить тэнфэкс нормально хорошие дымки я не знаю я не то чтобы эксперт в стрейфе да но возможно я где-то не прав на этой карте почему нет прокипов 44 тоже по скорости все у прокипопа отлично даже вот так вот он сделал что тоже имеет место быть целый получается траектория лучше и тут уже и здесь траектория же нормальный здесь достаточно низкой прыжок наверху сделал и на рампу попал вебал джамзи а вообще все прекрасного прокипопа и 2 800 красиво ну я вам ничего не буду говорить рейнфаер 44 3 естественно фпс обеспечен себе страйк фронт и а у нас без инициативный так сказать это ладно все так ну рейнфаер тоже слабый стрейкер мы это знаем тоже все хорошо по траекториям по всем канонам все прекрасно тоже достаточно все узко рожь или ложа все хорошо у рейнфаера 44 3 перебил прокипова на сутку хостовары из германии почему-то вдруг постовары из германии что это за пары такие автобус могут ну давайте посмотрим тоже очень много скорости еще и на рампу попал красиво красиво о ее как и как низко попал не ну круто очень круто еще в конце облаки прямо на рампу приземлился ничего страшного топ-3 хостовар поздравлять я хокс вернемся так стать к нашим баранам это если что фигуральное выражение такое есть ну фокса со стрейпа все в порядке мы в этом никогда не сомневались а вот с мотивацией ну вот не знаю вот как здесь выгоднее тыкаться в потолок и падать на рампу либо сохранять скорость ой в конце не дострейтил теряет хокс старый стал не дострейтил в конце ай-яй-яй-яй максимально все четко все зоны все выдавлено вот он под потолок на рампу вот наверно на рампу не скидывал джамп ну и в конце дострейтил 096 скорее всего перебил сам себя ну что целый час уже идет давайте перейдем в бровзер значит так секунду тогда в общем-то 27 дмк цпм 13 дмк 3 все красивые все красавчики пока что не провалидирована поставят валидацию посмотрим рейтинг но я не думаю что это особенно важно в общем то такие вот результаты ребята всем спасибо а ну и сейчас у нас следующая карта это dfc 2089 комбо ран но не то чтобы комбо потому что каждая комната отделена друг от друга и каждая комната с одной пушкой но тем не менее комбо карта карта комбо карта не с одной пушкой в общем-то стараемся ребята карта классная всем советую ну и на этом все всем удачи и всем спокойных снов